Сейчас мы посмотрим Немножечко попозробнее оставляем И на 5-й, пока 4-й, и предварительные экспертизы Следующий слайд, пожалуйста Роспатент действует с самого начала функционирования системы PCT Как международный поисковый орган и орган международной предварительной экспертизы И в настоящее время нас выбрали как таковой 30 стран и межрегиональных организаций Ну надо честно сказать, что из некоторых, из половины из них мы вообще заявок не видели Ну выбрали, выбрали, может тогда подадут заявки Но некоторые очень даже активно нас используют Особенно следует отметить США, для которых мы поисковым органам с 2012 года И делаем больше половины заявок именно для них Давайте следующий слайд Основные документы, которыми руководствуются эксперты поискового органа Международной предварительной экспертизы Это договор о патентной кооперации, инструкция к PCT, административная инструкция, стандарты ВАЭС, руководство PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы Данные документы служат для обеспечения единого подхода к различным патентным ведомствам к международным заявкам Дальше, пожалуйста Основные действия, которые осуществляют эксперты на стадии международного поиска по заявке Классифицирование заявки по индексам МПК Определение, возможно ли проведение полноценного поиска по заявке Оценка выполнения требований единства изобретения Проведение международного поиска для выявления соответствующего уровня техники Проверка соответствия реферата и названия изобретения установленным нормам Составление отчета о международном поиске Составление письменного сообщения Так же, поехали Итак, случай, когда Роспатент, действующий как международный поисковый орган, не подготавливает отчеты о международном поиске Заявка относится к объектам, в отношении которых международный поисковый орган не обязан проводить поиск Это записано в правилах, в статье и правиле 39.1, инструкция 50. А именно, мы не проводим поиск, если заявка относится к научным и математическим теориям, стартам растениям, породам животных или чисто биологическим способам выращения растений и животных, схемам, правилам и методам организации производства, выполнению чисто умственных расчетов или игр, простому изложению информации, вычислительным программам. Если будет интересно по этим вопросам, у нас Ольга Борисовна долго возглавляла отдел сообщения компьютерной техники, и большая часть таких заявок, которые мы не подвергали поиску, проходила через ваш отдел. Это первый случай. Но, если посмотреть правило 39.1, инструкция к PCD, то там есть еще один объект, по которому можно, вернее, не требуется обязательно проводить поиск. Это терапевтические или хирургические методы лечения человека и животных, а также методы диагностики. Но наше ведомство, в отличие от многих других, проводит поиск по этим объектам. Это, значит, первый случай. Исключается и поиск, не проводится поиск, а составляется декларация о том, что проведение поиска невозможно. И второй случай. И второй случай, последний абзац. Описание формулы чертежей не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска невозможно. Это случай, когда... Следующий, пожалуйста. Случай, это когда... Следующий, пожалуйста. Это случай, когда так заявленное изобретение изложено, что неясно притязание определенности. Неясно абсолютно. А требование беседом отношения таковое. Описание должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области. Это статья 5. И статья 6 тоже говорит, что пункты, формулы должны определять объекты, на которые спрашиваются охраны, должны быть ясными и полными и полностью подкрепляться описанием. Если этого нет, невозможно провести поиск. Хотя идеология беседы такова. Во всех тех случаях, где возможно понять хотя бы что-то, то поиск проводят хотя бы в том объеме, какой смог понять из кем, что ему заявлено. И просто в этом случае поиск проводится, но делается замечание в наших отчетных документах и пишется, почему был ограничен поиск. Вот, например, случай, когда поиск не проводится. Заявший способ протекания реакции исходных материалов так, чтобы получить таблетку с непрерывным освобождением биоактивного материала, имеющего улучшенные свойства. Данная формула не соответствует требованию ясности, поскольку в ней не приведены никакие операции способа. И рассмотрение описания показывает, что и там тоже ничего не приведено. Если бы он хотя бы в описании, то поиск бы проводился. Объем изобретения не установлен, невозможно установить с раздумной степенью ясности и детальности. Формула изобретения определяет изобретение исключительно достигаемым результатом. Кроме того, характеристика этого результата является неопределенной, так как включает относительный термин, улучшенный свойства. Опять же, я не знаю, какие. Следующий. Как я сказала, еще проверяется соответствие требованию единственных изобретения. Если вы выдавали российскую заявку, то наверняка вы сталкивались с тем, что тоже надо ее так составлять, чтобы она соответствовала требованию единственных изобретений. Так проблема некоторых заявителей, подающих международные заявки, состоит в том, что требование единства, оно несколько различно по российским заявкам и по международным. И если, предположим, на заявке заведет код он национальный, у него там все нормально, никаких замечаний по единству не было, то это может быть не так при подаче международной заявки. Подходы несколько разные. Вот здесь написано требование единства, правило пригласить инструкции. Международная заявка должна относиться только к одному изобретению или, если имеется более одно изобретение, включение таких изобретений в одну международную заявку разрешено только в том случае, если все изобретения настолько связаны между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел. В отношении заявленной группы единства существует только тогда, когда существует техническая взаимосвязь между заявленными изобретениями, включая один или несколько изнаков или соответствующих особо технических признаков. Особые признаки это те, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждого из заявленных изобретений, рассмотренных взрывом. А теперь на следующий число переходим. Ну, а здесь я не буду его цитировать, это можно сами посмотреть. Это требование единства по российскому законодательству. Здесь дан исчерпывающий список ситуаций, которые признаются соответствующими месту изобретения. В общем-то, если так посмотреть внимательно, то это не соответствует. Только первая часть соответствует требованиям международного вкладателя страны, а вот этот эричник он не соответствует. Так, это следующий слайд. И один примерчик дадим. Единство изобретения. Формула такова. Способ производства, включающий операции А и Б. А, Б это, понятно, условные. На самом деле, их можно было бы расшифровать длинно. Это те операции, которые вносят вклад в продукты, новые какие-то операции. Пункт 2. Устройство, специально сконструированное для осуществления операции А. И третий пункт устроен, специально сконструированное для осуществления операции Б. В соответствии с PCT, единство существует между пунктами 1 и 2, где есть один общий особый технический признак, носящий вклад в уровень техники А. И существует между пунктами А, то есть 1 и 3, где есть тоже общий существенный признак, носящий вклад в уровень техники, это Б. А, и не существует единства между пунктами 2 и 3. Ну, соответственно, заявителю об этом будет указано и попросит его заплатить дополнительную пошлину за второй группу изобретений. Но, в соответствии с российским законодательством, здесь существует единство изобретения между всеми пунктами. Давайте дальше. Ну, здесь можно пропустить пример, это соответствующие признаки. Итак, проведя поиск по заявке, международный поисковый орган подготавливает отчет о международном поиске или декларацию о том, что отчет не будет подготовлен. Уровень техники для целей поиска, ну, то есть тот период, за который проводится поиск, период времени по документам, которые извлекаются из источников всех информации. Это все то, что стало доступным публике, где-то в мире посредством письменного только раскрытия, включая чертежи и другие иллюстрации. И что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым, и соответствует ли оно изобретательскому уровню, при условии, что раскрытие стало доступным до даты международной подачи. Вот это подчеркнуто. Важно, что? Даты международной подачи. Я вам напоминаю эту схему прохождения заявки в 10. Первая дата – это подача первой национальной заявки, а потом дата подачи международной заявки. Так вот, поиск проводят на более позднюю дату, дату международной подачи. Почему? Потому что получающее ведомство лишь фиксирует дату спрашиваемого приоритета. Окончательный вопрос о том, является, можно ли установить приоритет по первой заявке или нет, будет решать национальное ведомство, куда заявка будет приведена на национальную фазу. Они внимательно посмотрят первую заявку, посмотрят, все ли там признаки, все ли было изобретение раскрыто, и можно ли установить приоритет, если по той первой дате, более ранней. Если они не установят, то будет установлена дата приоритетная, фактически дата международной подачи заявки. Поэтому поиск проводится вот на эту более позднюю дату, с тем, чтобы у национального ведомства было уже, в распоряжении было больше источников информации на больший период, на тот случай, если они установят дату международной подачи, вернее, приоритет по дате международной подачи. Это проводится поиск. Но одновременно с подготовкой к отчету о поиске подготавливается письменное сообщение, но там письменное сообщение составляется исходя из того, что датой спрашиваемого приоритета указано правильно. То есть как бы приоритет был установлен по этой дате подачи первой заявки. И поэтому там будут фигурировать только те источники, которые были поданы до даты приоритетной подачи, приоритетной заявки. А источники найдены в период от даты подачи приоритетной заявки до даты международной подачи, будут там фигурировать, но обязательно с еще одним символом письм. Это означает, что найдены вот в этот период между двумя датами. Во внимание, при проведении поиска принимается минимум документации PCT, они указаны в правиле 34 инструкции. И последний абзац говорит о том, что срок подготовки отчета или декларации 3 месяца с даты получения хобби для поиска международного поискового органа или 9 месяцев от даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Давайте дальше. Письменное сообщение, оно содержит мнение, это не утверждение, это не окончательное решение, окончательное решение принимает национальное ведомство, а это мнение относительно новизны изобретательского уровня и промышленной применимости заявленного изобретения, включающая информацию относительно нарушения единственного изобретения, как я уже сказала, содержащая некоторые замечания, касающиеся ясности, могут быть, если есть такие замечания, надо включать. И также предписано международному поисковому органу исправлять название изобретения и референд. Название изобретения в соответствии с инструкцией в сети должно быть кратко-каким неясно, как там написано в переводе на английский язык, это 2-7 слов. Бывает очень длинное название, но сюда необходимо их уменьшать. Это сокращается, и это делает поисковый орган. И референд. Сейчас, кстати, достаточно большая дискуссия в международном дюро ведется, и консультации с разными ведомствами о том, как правильно составлять референд. В соответствии с инструкцией он должен иметь от 50 до 150 слов в переводе на английский язык. Кратко, сприветствуются, ясно, сприветствуются. Если, и кроме того, он, конечно, должен правильно отражать заявленное изобретение. Если поисковый орган усматривает какие-то нарушения в инструкции, то они сами исправляют, поисковый орган исправляют референд и направляют заявителю. Он может согласиться с ним или нет. Если не согласен, он дает свой вариант. Но все-таки важна вот эта краткость и ясность. Раньше письменное сообщение было общедоступным только по истечении 30 месяцев от даты приоритета. Вот недавно относительно были внесены изменения в инструкцию, и теперь оно становится общедоступным на веб-сайте ВАИС Патент-УОП на данную публикации международной заявки. Дальше давайте. Ну, не знаю, нужно ли нам еще по критериям патентоспособности пройтись. Новизна. Несколько иное толкование новизны. В отличие от нашего законодательства вот здесь написано, как оно трактуется. И поэтому бывает так, что у заявителя заявка первая была национальная, и там было сказано, что соответствует новизне, но предположим, не соответствует изобретательскому уровню. А по международной получается иногда так, заявители говорят, ну, почему у нас субтонациональное оно считалось новым, а у вас не новым. Ну, потому что некоторая разница в трактовке существует. Другое дело, что, предположим, на международной фазе скажут, что не соответствует новизне. Нет, все, извините, давайте не буду продолжать. Давайте дальше. Так, примеры не будем, наверное, да, не будем вам загружать. Давайте дальше. По новизне. Не будем. Изобретательский уровень, в принципе, понимается и неочевидность. Или изобретательский уровень понимается так же, как и в российском законодательстве. Здесь проблем не будет. Изобретательский уровень присутствует, если предшествующий уровень техники не приводит специалистов до новости к решению предложенному заявленному изобретению. Ну, а если возможно специалисту сложить из разных опубликованных источников информации то, что заявлено, оно не является новым и неожиданным, то тогда не будет соответствовать изобретательству. Еще я пару слов скажу, как отражаются вот эти критерии в отчете о поиске. Заявитель получает отчет о поиске, это план, в принципе, такой же приобретитель, как и только больше в хранительном. Есть еще особенности, у которого разражаются в нем единственные изобретения, ясность и еще некоторые вещи, но обязательно отчет о поиске содержит раздел, где указаны источники и противопоставляемые источники информации, и указывается код, какой присваивается этому источнику, категории ссылки, так скажем, категории ссылки, которая присваивается этому источнику информации. Х это если заявленный источник информации порочит новизну, или изобретатель в юрлину ссылка одна, а все равно это виталий в юрлину потому что другое как бы общеизвестное есть, те, которые в этой ссылке не содержатся, но есть еще признаки в заявленном подобретении, в заявленной формуле, те, которые общеизвестны, тогда категория Y. Если категория Y, это как правило два или больше источников информации, привлекается для того, чтобы сделать такой вывод, тогда категория Y ставится. И категория Y, это самое хорошее предметение, это значит соответствует новизне изобретательскому уровню. Так, следующий слайд. И промышленная применимость оценивается в общем приблизительно так же, как и в российском законодательстве по международному законодательству заявленное изобретение считается промышленным применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано в какой-либо отрасли промышленности. Ну и последний слайд хотел, последний обзад хотел бы процитировать. Если какому-либо продукту или способу приписывают работу, который находится в явном противоречии с хорошо известными физическими законами, то заявленное изобретение не соответствует требованию промышленной применимости, поскольку оно не может быть осуществлено специалистом данной области. мы до сих пор регулярно получаем заявки на вечные двигатели. И, естественно, они не соответствуют промышленной применимости, и об этом пишут заявители, привлекаются справочные, литературы, энциклопедия, учебники, доказывающие, что это противоречит закону природы предположения. Давайте дальше. Итак, заявитель получает отчет о поиске и письменное сообщение, и где видит, какое мнение было высказано на его счет. Что он может сделать? Он может представить, предположим, в отчете о поиске фигурируют ссылки с категорией Х, нет новизмы. Что он может сделать? Он может представить в Международное бюро неформальные комментарии на письменные сообщения Международного поискового органа. Эти комментарии становятся общедоступными вместе с письменным сообщением. То есть, они будут в Патентском размещены. Представить еще какая возможность. Представить Международное бюро измененного формулы изобретения по статье 19. Это статья 19, это проведение Международного поиска. И объяснение по произведенным изменениям. Изменения не должны выходить за рамки того, что было заявлено первоначально материалом. Поэтому объяснения нужны с тем, чтобы заявитель сказал, что формула изменена, но она на базе изменений, на базе того, что было первоначально подано. И должен указать, в каком месте первоначальной заявки вот эта информация, которая сейчас включена в формулу, была. Третья возможность подать требования на проведение международной предварительной экспертизы, подать уведомления об изъятии заявки, о чем говорил Али, и у нас действительно некоторые люди так и изымают заявку, и либо ждать периода перевода заявки на национальную фазу, особенно если у него все прекрасно, у него категория АСИК ссылок, он перейдет на национальную фазу с этой заявкой в нужное время. А бывает и так, что у него категория Х и ЛИК, но он в себе уверен, он думает, что когда он перейдет на национальную фазу, он докажет, что вы ли неправы, что ему неправильно поставили категорию ссылок, и такое бывает. Следующий слайд. Международная публикация заявки через 18 месяцев, здесь написано, что включается в публикацию, и вот что важно, это вот предпоследний абзац, публикация может включать измененную формулу изобретения по статье 19 и объяснение заявителя. Таким образом, заявитель может как-то реабилитироваться, потому что отчет о поиске будет опубликован с нехорошими ссылками для него с категорией Х и ИК, но он дал свои пояснения, почему он не согласен, и измененную формулу. Тоже это благоприятность для заявителя. Давайте дальше. Предварительная экспертиза это необязательная процедура, но если заявитель получил отчет о поиске и он чувствует, что он может изменить формулу на основе первоначально поданных материалов и может получить лучший вывод, он подает требования, причем в процессе проведения международной предварительной экспертизы формула может меняться несколько раз. Если есть время, орган международной предварительной экспертизы может второе письменное сообщение ему написать, заявитель может опять изменить формулу, то есть диалог заявителя и международного поиска органов международной предварительной экспертизы возможно, тогда как на первой стадии, на стадии проведения поиска диалога никакого невозможно, хотя некоторые заявители нам пишут свои согласия, вот вы не правы, то все, это невозможно, не предусмотрено, а на стадии предварительной экспертизы это возможно. Так, ну давайте дальше, и срок нам указан до 28 месяцев, срок в какой нам был указан, срок в какой подается требование на проведение международной предварительной экспертизы и срок, в который мы готовим заключение международной предварительной экспертизы, их надо соблюдать. Но еще одна из функций компетентного органа это исправление очевидных ошибок. Они могут содержаться в заявлении очередной ошибки, и тогда их исправляет получающее ведомство. Могут содержаться ошибки в описании или формуле, и этот вопрос тогда решает поисковый орган или орган международной предварительной экспертизы. Надо сказать, что большая часть вот таких случаев исправления ошибок в описании или формуле не исправляются, потому что заявитель не совсем правильно понимает очевидные ошибки. Очередные ошибки это такая, если заявитель сказал доливаем воды, скоростовую добавляем воды и в сколько указал? ашколу. А надо было указать аш-два потому что все знают, что аш-два это вода. Это очередная ошибка, это можно исправить. Но если он написал формулу, какую-то математическое выражение, формуле изобретения, и вместо показателя степени, какое-то выражение в скобках два должно было быть в степени, как он потом написал, а он указал умножить на два, такая ошибка не справляется, потому что это не очевидно. Могло быть так и иначе. Давайте дальше. Переход на национальную фазу. Итак, обогащенный всем этим знаниям, полученным на международной фазе рассмотрения заявки, заявитель может уже принять решение, переходить ли ему на национальную фазу и в какие ведомства. Срок для перехода на национальную фазу в некоторых ведомствах 30 месяцев, в некоторых 31, в нашем, например, ведомстве это 31 месяц, и в 3 ведомства, где 20 месяцев. Ну, можно перейти и раньше, если заявитель хочет. Вот китайцы, например, сейчас, они очень спешат, они к нам переводят, не надо весь мир завоевать, своими потенками охватить. Они очень быстро переводят, только подано, быстро они делают поиск, и сразу, даже иногда без поиска, и сразу переводят на национальную фазу. Наша осторожничая нас вообще не очень много переводит на национальную фазу. Вот, а заявка может быть приведена с первоначальной формулы, с измененной по статье 19 после поиска, с измененной по результатам международной предварительной экспертизы, или еще и просто измененной при переходе национальной фазу, лишь бы не выходить за рамки первоначально поданных материалов. Давайте дальше. Да, и патент выдает, и решение выдачи патента, это только национальное виновство. Это наша статистика по заявкам. Количество поисков, заявок, поступивших на поиск, резко взросло в 2012 году, когда американцы к нам присоединились, в этом году, я думаю, уже будет около 4 тысяч, просто нарастает количество, мы с трудом справляемся. Так, давайте дальше. Все. Спасибо. И последняя часть, если вам интересно, это коротенько, так сказать, о некоторых возможностях, о некоторых фондах. Я хотела еще добавить, вот здесь звучало, про то, какие есть возможности у заявителя, поддержка патентования. Давайте первый пункт. В смысле государственной поддержки, она осуществляется определенным образом на конкурсной основе, и невозможно поддержка такая адресная. Вот какие-то заявители к нам часто пишут письма, вот помогите мне внедрить или дайте финансирование на такой-то заявке, покупку почете, за нас такое невозможно. Поскольку это все-таки прямое, вот как сказано в одном из абзацев, прямое вмешательство государственных органов и лиц в процессах коммерциализации объектов исключительных прав, созданных вне государственного контракта, невозможно, потому что это противоречит законам рыночной экономики и российскому законодательству о защите конкуренции. Что же возможно? Вот есть такой закон федеральный от 5 апреля 2013 года ФЗ 44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Любой желающий юридическое или физическое лицо, имеющий какие-либо научные или прикладные разработки по темам контрактов может участвовать в таких конкурсах на получении государственных заказов. Тема государственных заказов, контрактов и условия выполнения размещены на сайте закупки гав.ру в сети интернет. Вот пожалуйста поинтересуйтесь, может быть кто-то что-то для себя найдет там полезное. Кроме того, государство осуществляет поддержку изобретателей посредством создания различных федеральных или региональных и инновационных фондов и структур. Давайте на следующий слайд. Вот примеры таких фондов. Бюджетные учреждения, фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере. Может быть кто-то знает этот фонд под другим названием фонд Угодника. В общем-то люди пользуются активно. Здесь указан адрес, сайт, телефон. Имеет своих представителей в 68 регионах Российской Федерации, в том числе есть и в Тверской области представители. Насколько я знаю это центр и на центр при Томском университете. Капланов, по-моему, фамилия, это я вычитала сама Моперпет, Ам Капланов, извините. Если его еще не заменили, он так существует. Ам Капланов? Да. Значит, можно какую-то информацию, какие-то контакты, какие-то возможности узнать через него или непосредственно на строительстве в фонде годника. Данный фонд ежегодно осуществляет программу старых по финансированию инновационных проектов, основной целью которой является содействие ученым, инженерно-техническим работникам, стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги на основе своих научных исследований. Фонд проходит на конкурсной основе отбора проектов с последующим выделением победителем конкурса грантов на финансовое обеспечение дальнейшей работы, а также на правовую охрану результатов институтальной деятельности за рубежом. Вот это последние недавно они стали делать. До этого за рубежом не финансировали, теперь они еще будут помогать и за рубежом. Ну, также фонд Сколкова, но это надо у них читать, у них какие-то свои особенности, потому как они помогают изобретателям, это лучше с ним на сайт посмотри все особенности. Так, и последнее. Давайте следующий слайд. Чуть-чуть я добавлю про готовность к лицензированию. Это касается двигателей, подавших заявку без сети. В Патенскопе это говорил они подробно. Форма планка здесь указана. И срок подачи просьбы до стечения 30 месяцев с датой приоритета. Это тоже, что сказали уже коллеги мои, вот можно таким образом пользоваться. Вот что касается еще российского экспортного центра. К сожалению, как я почитала на сайте у них, все-таки особенность наших заявителей какова. у нас более 50% международных заявок подают физические лица, частные заявители. А российский экспортный центр в основном рассчитывает на поддержку патентования среднего бизнеса, несырьевого для экспорта товаров представителям среднего бизнеса. я боюсь, там будет сложнее получить конечно какую-то поддержку, если вы не из представителей такого бизнеса. Но, тем не менее, я тоже рекомендую посмотреть сайт российского экспортного центра. Может быть, вообще возможности надо разные искать. Если человек имеет какие-то идеи, имеет какие-то разработки и заинтересован в том, чтобы продвигать это дальше, а денег нет, то надо искать другого. Все. Спасибо, Людмила Ивановна. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. 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 Присаживайтесь.